Здравствуйте! Вы смотрите новости Первоуральска в студии Елены Цивилёва. И прямо сейчас я расскажу о главных событиях этого дня. От школьной столовой до крыши детского сада. Ремонты образовательных учреждений в Первоуральских поселках идут полным ходом. Процесс отслеживают городские власти. Глава Первоуральска сегодня побывал в Новоуткинске и Кузино. Там ремонты в самом разгаре. Спортплощадка возле школы Новоуткинска – первый объект, куда глава Первоуральска приехал сегодня с осмотром. Работа здесь в самом разгаре. К примеру, уже заасфальтирована часть дорожек, установлены турники, оборудована полоса препятствий для занятий физкультурой. Где нужно, современные металлоконструкции обшиты влагостойким материалом. Игорь Кобец увиденным остается доволен. Прекрасная площадка, множество различных локаций для разных видов спорта. Не остается вне поля зрения властей и благоустройства поселка в целом. Например, планируется обновить эту территорию. Здесь появится современный Парк Победы. Также в ближайшее время запланировано обновление набережной в поселке Кузино. Обе общественные территории не вошли в федеральную программу благоустройства. Но, учитывая активность жителей при голосовании, было решено провести реконструкцию на средства местного бюджета. А пока здесь завершен ремонт кровли в одном из детских садов. На очереди фасад дошкольного учреждения. Не забыли и про школы. 36-я, здесь же в Кузино, тоже преображается. Здесь идет ремонт столовой, а также относящихся к ней коммуникаций. Ну, все, сейчас сифоны устанавливаем, сливные. И сегодня уже будет пробный запуск. Ну, воду, как работает канализация. Установлен с той стороны еще водорагреватель, уже подключен. Глава Первоуральска посетил и дом культуры поселка Кузино. Городские власти сделали учреждению подарок, обновили занавес и другие атрибуты сцены. Такой презент приурочен к праздничной дате. Поселку исполняется 115 лет. Уверен, что подарок хороший, потому что на этой сцене выступают много ребят. И также взрослые приходят в зал смотреть спектакли, слушать концерты. Ну, и пользуясь случаем, хочу поздравить жителей Кузино с юбилеем. 115 лет, хороший юбилей, здоровья всем и благополучия. Благополучие жителей невозможно без комфортной среды. Как отмечают городские власти, ее стремятся создать и в городе, и в поселках. Екатерина Сердитых, Алексей Вербицкий и Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Успешный опыт в сфере образования, наработанный в Первоуральске, намерены применять и в других городских округах – Бесерти и Староуткинске. Их главы побывали в 21-м лицее и увидели, как современные технологии помогают школьникам в выборе будущей профессии. Сейчас подцеплено с датчиком углекислого газа. И, например, при практической работе с детьми мы можем подключить, измерить уровень углекислого газа в воздухе. Это одна из лабораторий 21-го лицея. Здесь все оборудовано так, что великим ученым Пирогову и Мечникову оставалось бы только завидовать нынешним школьникам, которые обучаются в инновационных классах. Под присмотром преподавателей ученики, например, недавно собрали миниатюрный увлажнитель воздуха, а еще пробуют себя в медицине. Каждый школьник здесь может почувствовать себя настоящим хирургом. По сути, это лапароскопический тренажер, такая мини-операционная. Все действия отображаются на мониторе. Сегодня здесь не школьники, а гости из Бесерти и Староуткинска, главы городских округов и специалисты сферы образования. Посетителям показывают Центры естественно-научных дисциплин, химико-биологическую лабораторию, класс технологии и открытых два года назад при поддержке компании «Сайберстил» специализированный IT-центр. Я как человек из образования, пришедший на должность главы, понимаю, насколько это было сделать сложно, затратно, во всех направлениях, но в то же время, насколько этот труд сейчас окупается. То есть ребята, которые здесь обучаются, мальчишки, девчонки, они уже определяются на ранних этапах, что им в жизни нужно. Центры различных профилей созданы в рамках проекта «Ранней профориентации школьников». Его инициатором в Первоурайске стал депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов. Сегодня он проводит экскурсию для гостей и рассказывает о предварительных итогах проекта. «Здесь люди получают одни профессиональные науки, за компьютерами другие, в кабинете Химбио третий. Процент выбора профессионального науки из профильных классов 100. То есть это же отличный результат». Такие результаты надеются получить и в других городских и сельских территориях, где намерены внедрить успешный опыт Первоурайска. Процесс уже запустили в Бесерте, там 1 сентября введут в строй современные кабинеты технологии, средства, на которые удалось привлечь Алексею Дронову. И на этом решено не останавливаться. «Я депутат от нескольких округов, и в Первоуральске мы проделали определенный путь по развитию среднего образования, по профориентации. Понимание есть того, что надо обмениваться опытом, обменяемся контактами, обменяемся спецификациями. И уже с учетом особенностей территории подготовим заявки на согласительные комиссии, которые начнутся в сентябре, для того, чтобы дети и в сельских территориях имели одинаковые возможности получать качественное образование». Образовательные инициативы, которые помогают школьникам больше узнать и определиться с будущей профессией, в ближайшее время намерены реализовать и в Староуткинске. «Очень интересно, много полезного сегодня для себя, как бы я приняла, и будем реализовывать проект по обустройству кабинета технологии в городском округе Староуткинска, в Староуткинской школе номер 13». Кем станут в итоге школьники, учителями, врачами, программистами или представителями других профессий, станет ясно в будущем. Но, как говорят специалисты, проект ранней профориентации, предусматривающий современное оснащение классов, позволяет готовить кадры на вырост уже сейчас. Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Они не купаются в фонтане и ведут себя культурно. Голубые береты сегодня отмечают 94-ю годовщину со дня основания воздушно-десантных войск. В столице Урала виновники торжества устроили показательные прыжки с парашютом. А в Первоуральске – торжественное построение у памятника погибшим в локальных конфликтах. Подробности у моих коллег. Голубые береты, белоголубые тельняшки и голубое небо – в душе у каждого десантника, кто пришел сегодня к мемориалу памяти крылатым пехотинцам. Ровно 94 года назад, 2 августа 1930-го, на учениях Московского военного округа было впервые применено парашютное десантирование. Сегодня бойцы элиты вооруженных сил страны вспоминают былые времена. В боевых действиях за время срочной службы участвовать не пришлось. Пришлось уже при прохождении службы в пожарной охране быть в командировке Чеченской республики в период проведения контртеррористической операции в 2000 году. Воспоминания о службе только положительные. Это школа жизни, школа мужества. И да здравствуют все воины России. Праздник тех, кто окрылен службой, отмечают масштабно. Например, в столице Урала один за другим в исторический сквер приземляются парашютисты. Это традиция, которую не может отменить даже дождливая погода. Мы прилетели сюда поздравить всех десантников с праздником. Поэтому прыжок должен был состояться практически в любую погоду, как вы это видите. Обычно это не прыжковая погода. Настроение отличное. Прыжки добавляют эмоций колоссальных просто. А еще в центре Екатеринбурга голубые береты устроили парад. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Воздушно-десантные войска называют по-разному. Крылатая пехота или гвардия, воздушный спецназ и, конечно, войска дяди Васи. В честь генерала Василия Маргелова. Кто-то сегодня вспоминает службу, кто-то рассказывает истории о гражданской жизни. И, конечно, не забывают о тех, кого уже нет. Как говорил один наш погибший боевой товарищ, родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу. Слава ВДВ. О славе бойцов-десантников ветераны рассказывают и подрастающему поколению. Некоторые представители молодежи и сами примеряют на себя роль военных. Например, 11-летний Егор Арестов сегодня несет караульную службу. Это бывает очень сложно, потому что из-за ремня бывает болит рука. Ну, справляюсь. Для меня это очень, ну, почетно, потому что приходят все, ну, те, кто служили в ВДВ. Боицы ВДВ, они могут служить везде, и на небе, и на земле. Для большинства десантников День ВДВ давно уже стал добрым семейным праздником, хоть и служба для них давно закончилась. Ведь, как гласят строки одной песни, не служившим в небе, не вдомек, что тот, кто в жизни крылья обретает, не забывает первый свой прыжок, как первую любовь не забывает. Ура! 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 Виталий Мотин, Петр Спиридонов, Новости, Первоуральск. На сегодня это все новости. О других интересных событиях сообщайте нам по телефону 64-92-92. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. На этом у меня все. С вами была Елена Цивилева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова